В чем смысл такого неожиданного прилета Байдена на Украину? Судя по сделанным заявлениям, поездка ничего не добавила нового. Ну, поездка, во-первых, носила важный политико-символический характер. Байден действительно подчеркнул неизменность поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. И что эта поддержка, судя по американской виторике, не пойдет на спад. Но в реальности, мне кажется, этот визит был посвящен обсуждению достаточно щекотливых вопросов. А именно, первое, это то наступление, которого требуют от Украины Соединенные Штаты. Причем они требуют, чтобы Украина перешла в наступление без достаточного ресурса вооружений и военной техники. И сделала это в самое короткое время. Потому что ей необходимо демонстрировать успехи, без которых в реальности поддержка Соединенных Штатов и европейских сателлитов США пойдет на спад. Кроме того, мне кажется, что обсуждались разные сценарии развития событий. И в том числе, что будет происходить в случае, если это контрнаступление Украины, которого добиваются Соединенные Штаты, будет успешным. И что будет, если оно не будет успешным, как дальше будут развиваться события. Что должно произойти для того, чтобы оно было успешным. И на каких условиях и при каких критериях можно будет переходить к дипломатии и хотя бы перемирию и политико-дипломатическому регулированию конфликта. Потому что совершенно очевидно, что Соединенные Штаты не поддерживают официальную запросную позицию Киева о том, что необходимо в качестве предварительного условия вернуть все территории, включая Крым. Соединенные Штаты, думаю, добиваются от Киева готовности перехода к дипломатии. Вот сразу после того, как вот это вот наступление Киева, которого сами Соединенные Штаты и добиваются, будут успешным в случае, если оно будет успешным. И ВСУ удастся выйти на побережье Азовского моря, чего, я думаю, с большой вероятностью не произойдет. Белый Дум заявил, что Пентагон, сам Белый Дум, секретная служба планировали поездку Байдена месяцами и что этот визит был согласован с Россией. Что это означает? Это означает, что механизм деконфликтинга между Вашингтоном и Москвой сохраняется, что несмотря на ужасающее состояние отношений, на их конфронтационность, которая перекрывает худшие периоды холодной войны, тем не менее, стороны сохраняют контроль над ситуацией, сохраняют механизм коммуникации для избежания прямого военного столкновения. И на самом деле и администрация Байдена тоже привержена тому, чтобы все-таки избежать и прямого военного столкновения Россия-США, Россия-НАТО и тем более ядерной войны. А из этого уже следует, что вероятность того, что Соединенные Штаты предоставят в обозримой перспективе Киеву дальнобойные ракеты и истребители равна нулю, потому что это резко повысит те самые риски эскалации, которые Соединенные Штаты намерены избежать, а то, что они намерены ее избежать и поддерживают коммуникацию с Россией, вот доказывается тем, что действительно они с Россией склассовали этот визит и обговорили, что вот в такое-то, такое-то время никаких ударов там по тому маршруту, которым следовал Байден, туда и обратно наноситься не должно. — Дмитрий Вячеславович, а можно вот так рассуждать, что вместо чрезмерных военных поставок Украине Киев получил визит живого Байдена? Ну, такая замена. — Ну, на самом деле Украина получает и то, и другое. Другое дело, что вот визит живого Байдена, он заменяет поставки истребителей и дальнобойных ракет, чего вот именно сейчас добивается Киев. И Зеленский не скрывал, что он пытался использовать этот визит Байдена для того, чтобы все-таки переломить ситуацию и добиться положительного решения и по истребителям, и по дальнобойным ракетам. И с 99% вероятности он этого успеха не добился. — А что касается бронетехники, там, танков и хаймерсов, боеприпасов и так далее, то эти поставки идут, правда, они идут не так бойко, как хотелось бы и Западу, и Киеву. Мы видим, что с танками чрезвычайные проблемы. Вот, но тем не менее, да, именно поэтому Соединенные Штаты требуют от Киева, чтобы он и без танков переходил в выступление. Вот, но тем не менее, поставки вооружения продолжаются, потому что Соединенные Штаты очень много поставили на карту, и для них успешное контрнаступление Украины этой весной очень важно. Вот я абсолютно уверен, что необходимость этого контрнаступления — это самый главный месседж, который Байден привез Зеленскому в Киев. — Если взять внутреннюю политику украинскому, Зеленскому нужна вот такая поддержка в виде улыбок, личных рукопожатий с Байденом в центре Киева? Или там уже все зачищено и это значение не имеет? — Мне кажется, что с внутриполитической точки зрения этот визит нужен обеим сторонам. Зеленскому он, безусловно, нужен не для того, чтобы доказывать свой авторитет в глазах политической элиты и оппозиции, которой нет, а для того, чтобы повышать моральный дух населения, которое бедствует, и ВСУ, которое тоже бедствует, потому что украинские вооруженные силы терпят де-факто поражение в Донбассе, их моральный дух снижается. И вот тут визит Байдена как раз призван этот моральный дух поднять. А что касается внутренней политики самих США, то Байдена в последнее время обвиняли в слабости и нерешительности, особенно после истории с китайскими воздушными шарами. Республиканцы по полной программе раскручивали этот тезис о слабости и нерешительности Байдена. Ну и вот он решил продемонстрировать, что он на самом деле не такой трус и осмелился приехать в Киев. И еще, если посмотреть на визит Байдена в Киев, как на события перед поездкой в Польшу, это что-то меняет? Ну, это усиливает на самом деле те месседжи, которые Байден, скорее всего, заявит в Польше о неизменности западной поддержки, о консолидации коллективного Запада, о том, что будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется, и что Россия якобы по этой причине не имеет никаких шансов победить. Вот именно об этом будет говорить Байден в Польше. Но визит в Киев, он как бы подтверждает, что ли, он призван подтвердить соответствующие тезисы. И более того, вот я бы хотел подчеркнуть, что одним из месседжей визита Байдена вообще и в Польшу, и на Украину, это общее усиление Восточной Европы, в ущерб Западной Европе. Соединенные Штаты совершенно очевидно посылают сигнал Германии, другим западноевропейским странам, что они делают недостаточно, что Соединенные Штаты недовольны, и что их новые фавориты – это восточные европейцы, ну, за исключением Бенгрии, естественно, но в первую очередь это Польша. Спасибо вам большое за комментарии. С нами на прямой связи был замдиректора Совета по внешней оборонной политике, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. В Вашингтоне протестуют против оказания военной помощи Украине. Массовый митинг прошел у мемориала Линкольна. Участники призвали американские власти прекратить накачивать Киев оружием. По их словам, такая политика не несет пользы никому, кроме военных корпораций. Звучали также призывы расформировать НАТО. Против политики Североатлантического альянса и поставок оружия на Украину высказываются и немцы. Более 10 тысяч человек вышли на улицы столицы Баварии, где проводилась Мюнхенская конференция по безопасности. Рассказывает наш корреспондент Германии Сергей Курокцин. Сам факт этой массовой демонстрации, он, конечно же, очень противоречил тому, что происходило непосредственно на самой конференции. Может быть, кстати говоря, то, что происходило на конференции, и стало причиной того, что очень многие люди вышли на улицу для того, чтобы сказать, что то, что говорят политики на конференции, далеко не соответствует взглядам этих людей. Потому что мы знаем, что Мюнхенская конференция, которая в свое время задумывалась как, естественно, место для обсуждения важных вопросов, дискуссий по этим вопросам, нахождения каких-то тех или иных вариантов решения, то в этом году мы знаем, что Мюнхенская конференция была абсолютно, ну, скажем так, однотонной. Там говорили только слова в поддержку Украины и в увеличении ей военной помощи. И именно поэтому вот такая демонстрация, которая призывала как раз, наоборот, к мирным переговорам и собрала так много людей. Это не значит, что в Мюнхене не было демонстрации в поддержку Украину. Да, около тысячи людей на площади Адеона собрались, и там была демонстрация в поддержку Украины. Но вот эта массовая демонстрация, с которой мы начали говорить, она, конечно же, прозвучала именно как другое мнение, другой голос, которого на самой Мюнхенской конференции не было слышно. И что сейчас очень много пишут немецкие средства массовой информации, не только репортажи об этой демонстрации, но в немецкой прессе активно идет дискуссия как раз накануне новой демонстрации, которую все ожидают 25 февраля в Берлине. Потому что ее организаторы как раз хорошо очень известны. Это депутат Бундестага от левой партии Сара Вагенкнехт. Она была, наверняка наши многие слушатели помнят, одним из лидеров левой партии Германии. Сейчас она находится с левой партией, ну, в достаточно сложных отношениях, работает простым депутатом. И вторым автором вот этого манифеста мира, как они его назвали, открытого письма, стала Алиса Шварцер, это известная в Германии активистка борьбы за права женщин. Так вот, они написали манифест мира, которым призвали, при этом оговорившись, что они выступают за поддержку Украины, это нужно сразу сказать, но при этом они пишут, да, нужно оказывать поддержку, но только не оружием, и уж тем более не увеличивая поставки оружия, а именно дипломатии. И задача Германии, по мнению вот авторов этого манифеста, как раз возглавить не поставки оружия, о чем с гордостью говорил Олаф Шольц на той же Мюнхенской конференции, гордясь тем, что из стран Европейского Союза Германия больше всего поставила оружие. Нет, пишут авторы манифеста, Германия должна возглавить Альянс за переговоры и прекращение огня. Именно поэтому манифест они назвали переговоры вместо танков. И в этом манифесте говорится о том, что вот такого рода поставки оружия и поставка танков, а в следующем может быть и уже звучат эти требования поставок истребителей, боевых кораблей, ракет большой дальности, все это, говорится в манифесте, ведет к Третьей мировой войне, или к развязыванию боевых действий, очень и очень близких к Третьей мировой войне. Поэтому это манифест мира и именно призыв к дипломатии. И вот когда этот манифест был опубликован, то его, во-первых, сразу подписали 69 и действующих, и бывших политиков, и не только левой партии, но и других партий. Там много деятелей культуры, там, ну назову, например, Хану Шигулу, известную актрису немецкую. И там есть много ученых, и после того, как это было все опубликовано, уже сейчас там можно было ставить подпись на Change.org, это было на этом сайте. Так вот, уже сейчас свою подпись поставили 500 тысяч человек. Эта цифра просто такая, что она вызвала именно огромную дискуссию в немецких СМИ, скажем, согласны люди с этим манифестом или нет. И вот 25 февраля в поддержку этого манифеста будет демонстрация около Бранденбургских ворот в Берлине. И как раз вот это будет очень показательно, насколько люди, которые подписали поддержку этого манифеста, придут ли они и к Бранденбургским воротам, и высказут поддержку вот этому призыву к переговорам, к прекращению боевых действий и началу поиска дипломатических решений украинского конфликта. Как сказала в интервью немецким СМИ один из авторов этого манифеста, как раз вот Алиса Шварца, она сказала, что мы хотим дать голос молчаливой половине населения Германии. Потому что, что бы мы ни слышали от немецких политиков, все опросы общественного мнения так или иначе всегда показывают, что население Германии делится примерно пополам. Половина выступает за увеличение военной помощи, в том числе тяжелого вооружения Украины. Вторая половина как раз призывает быть сдержанным в этом вопросе. И именно вот эта половина, как считает Алиса Шварца, должна получить возможность высказать свое мнение. Так что, очевидно, именно это и произойдет в следующую субботу в Берлине у Бранденбургских ворот. Мировая пресса подводит итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Политику пишут, что участники встречи почувствовали конец существующего устройства миропорядка. Издание особо отмечает позицию ФРГ. Ее власти заявили о готовности к дальнейшей эскалации ситуации на Украине. О том, какие оценки и комментарии о прошедшей в Мюнхене конференции звучат в самой Германии, рассказал в нашем эфире шеф бюро БГТРК в Берлине Михаил Антонов. Газета «Зевельт» сегодня написала, что все согласны воевать с Россией, причем даже Германия. Вот, такой акцент был сделан. И такой вывод из трех дней Мюнхенской конференции. Начали, разумеется, с Зеленского, с включения его из Киева. Это история, разошедшаяся по сети про Давида и Голиафа, которого Давид, коллективный Давид, как он, или объединенный Давид, как он изволил выразиться, должен победить уже в этом году по его планам. Ну, конечно, цитируют и Столтенберга. Я имею в виду его заявление о том, что поставки оружия Киеву несут в себе меньше рисков, чем победа Путина. Разошлись заявления канцлера Шольца, касающиеся Леопардов, и Писториуса цитируют, и пишут сегодня о том, что конфликт на Украине стоит Западу на данный момент уже 100 миллиардов евро, хотя тут оценки я слышал разные. Кто-то говорил, что в этом году Германия только потеряла 500 миллиардов на конфликте с Россией. Странным образом, ну, хотя, почему странным? Не упоминают заявление Бербов по 360 градусов, на которые должен развернуться Путин, чтобы остановилась война на Украине. Над этим очень здорово смеются в сети, но вот серьезные такие, ну, издания, которые мы привычно называем серьезными, Шпигель, Дебвель, Франкфуртер, Альгемайн и Цайтом, они, конечно, эту деталь опускают, скажем так, в своих комментариях. Ну, что сказать, все, в общем, конференция прошла, как ожидалось, и, собственно говоря, комментарии тоже вполне себе предсказуемые. Страны Запада намерены продолжать придерживаться своего прежнего курса, расширять военный блок НАТО на восток и вооружаться. При этом у Запада нет никакого плана по урегулированию конфликта на Украине, кроме призывов к торжеству либеральных ценностей и поражению России на поле боя. Об этом в своем телеграм-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, подводя итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Он особо отметил заявление главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. Он сообщил, что китайские власти представят свой план урегулирования украинского кризиса. Выступление Китая Ван И можно назвать самым интересным и важным событием Мюнхенской конференции. Такое мнение в нашем эфире выразил программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев. Я бы отметил в первую очередь выступление представителя Китая, бывшего министра иностранных дел Ван И, который очень четко разложил по полочкам китайскую позицию относительно ситуации в Европе и объявил о том, что Китай собирается выступить собственными мерными предложениями, причем детализованными, что, с моей точки зрения, крайне важно в внешних обстоятельствах. Вот это, мне кажется, было главное, самое интересное, самое важное выступление на Мюнхенской конференции. Потому что все остальные выступления западных лидеров, они были не про анализ ситуации, не про то, как урегулировать ситуацию в европейской безопасности, а просто проклятывая в борьбе с Россией. Что скажете о выступлении Макрона? Он хотя бы отличался от общего такого фона, нападающего на Россию? Он хотя бы говорил о том, что нельзя громить Россию? Ну, у него и костюм другой, понимаете? Он как бы визуально, да, эстетически он отличается от других, там, от Сольца, от британского этого парня. Но это исключительно такие эстетические отличия, которые не означают ничего содержательно фундаментального, поскольку позиция Франции, она в этом отношении совершенно одинаковая, реальная позиция Франции совершенно одинаковая с другими союзниками США в Европе. И коротко, если можно, как думаете, хотя бы в кулуарах они между собой обсуждали, так кто же взорвал северные потоки или даже там табу? Ну, я думаю, что не обсуждали, потому что они все прекрасно знают, кто взорвал северные потоки. Зачем им это обсуждать? Тимофей Бордачев, программный директор Валдайского клуба, комментировал итоги Мюнхенской конференции по безопасности.